Итак, добрый день, дорогие друзья! Я представляю вам врача-невролога Сергей Юрьевич Звягин. Он расскажет нам на примерах, для чего нужна блокада, для чего она делается, в каких случаях ее применять, ну и всякие ее разновидности. Сергей Юрьевич, вам слово! Медикаментозные блокады, как их правильно называют, эффективен метод лечения при различных видах болевых синдромов. В частности, острые болевые синдромы, связанные с поражением позвоночника, суставов, мышц и хронические болевые синдромы. Особенно при их обострении. Также эффективно используются медикаментозные блокады. Показанием блокады является более точностью сказать это грыжа диска с компрессионными радикулярными синдромами, когда боли возникают в результате грыжи, которое выпячивается в область кольца позвоночного отверстия или спинномозгового канала и сдавливает, как это спинной мозг, участок или корешок с проходящим рядом с сосудами. Боль при этом часто отдается, если шейный отдел в области руки, если в ясничный отдел в области ноги. При моченотонических синдромах, когда не затрагиваются корешки и корица, возникает просто раздражение синобертебральных нервов, мелкие веточки, которые снабжают окружающий позвоночник мышцы. И возникает спазм мышц, корица, и, соответственно, боль. Артрозы являются показаниями к блокадам. Мышечные синдромы, корица, после растяжения, ушибов, при головных болях, когда имеются триггерные точки в области головы. Существуют блокады выхода различных нервов, допустим, затылочные нервы, малые, большие, корица, существуют блокады при различных синдромах, когда сдавливается сосудисто-нервный пучок. Это синдром грушевидной мышцы, к примеру, и синдром малой грудной мышцы. Ну и существуют переартикулярные блокады, когда вещество вводится, лекарство не в сам сустав, а вкалывается в определенный участок вокруг сустава, мышцы, связки, которые крепятся. Противопоказания к блокадам являются местные кожные изменения, в частности, псориаз, экзема, когда введение локальной иглы с лекарством может способствовать внедрению, скажем так, в пести бактериального вирусного агента в области кольца, подлежащего, допустим, при герпесе, блокады непосредственно в зону, где поражен участок, делать не стоит. При экземе также, при всяких всевозможных нанечковых процессах делать тоже блокады нельзя непосредственно в этой области. Лихорадочное состояние является также противопоказаниями. Не стоит вводить блокады с использованием гормонов при выраженном стопорозе, потому что гормоны могут способствовать дальнейшему кольцу. Усиление разряжения костной ткани, кость становится более хрупкой. Но для блокады необходимо, кольца, первым делом иметь лекарственные вещества, это анестетики, в частности, это навокаин, но чаще используется 0,5% навокаин, но иногда идет и 0,25% или 2%. Я беру больше, чаще навокаин 0,5%. Далее берется гормональное вещество, это дексаметазон, чаще всего иногда дипроспан, проспан более дорогое вещество. Помимо этого, могут использоваться миорелаксанты или спазмолитики, это НОШПА. Если выражен мышечно-тонический синдром, тогда хорошо добавить непосредственно в эту смесь НОШПА. Можно использовать витамин В12, но лучше вводить, не смешиваясь с другими веществами, в частности, с гормоном димедро, если, допустим, выражена болевая реакция, плохой сон, раздражительность, такая, нервозность. Плюс еще как метод профилактики возникания эпилактического шока и логических реакций. Ну и ШПАРИЦЫ. ШПАРИЦЫ они могут быть разные, зависимо от того, сколько мы хотим взять зон при непосредственном сеансе баллоката, какой объем хотим ввести вещества, могут быть 20-миллилитровые шПАРИЦЫ, могут быть 10-миллилитровые, ну, кажется, соответственно, иглы тоже подбираются, зависимо от того, на какую толщину мы хотим внедриться иглой. Допустим, для паровертибральных блокад в области шеи и грудного отдела используется игла обычная подкожная, она прилагается к 20-миллиметровым. 20-миллиметровым, да? И она тут написана размером, да. Размером. Указан, да, 20 миллилитров, да. А игла, игла, толщина? Ну, толщина игла, она стандартная, она, в принципе, 6 примерно, да? Если у нас, кажется, необходимо пролечить поясничный отдел или грушевидную мышцу, то берется игла спинальная. Тоже зависит, видимо, разную толщину. Вот это более толстая игла, она, кажется, годится для более плотной ткани, в частности, вот, группа мышц, как говорится, в области годится, она толстая, вот 1,3 миллиметра, 8,8 миллиметра. Такой тонкой иглой мы можем не пройти, она будет гнуться просто, и работе будет неудобно, берется более толстая игла и водится через толщую мышцу, как говорится, годичную, и достигаем грушевидной мышцы. Ну, и наиболее тонкие иголочки используются, макародки, допустим, при блокаде переделечечной мышцы. Берется регулка от инсулина у шприца. То есть, там, мышца находится прямо под кожей, но очень тонкая, и прокалывать ее не рекомендуется. Берется шприц. То есть, цель вводить не прямо в мышцу, а рядом? Нет, цель, если мы говорим про перелечечную мышцу, мы вводим мышцу непосредственно в нее. Просто она тонкая, и мы имеем риск ее проткнуть. Пока вот попасть к лицу в окружающую клетчатку, где происходят сосуды, крупные нервные пучки, и подберется иголочка тоненькая. Берется шприц, открывается, набирается, росло, если мы, допустим, берем гормональное вещество, набираем гормон, затем, как говорится, непосредственно алкаин. Количество наукаина, так сказать, ну, зависит от того, сколько мы хотим ввести вещества. Но обычно где-то на один сеанс брать не более 40-45 мл. Больше это же может быть токсическая реакция общая. Карбон берется одного года на весь сеанс. Набираем. При необходимости можно добавить амошпук, искалгимидрол, и наиболее частые у нас это паровертебральные блокады, например, в области шеи. Ну, берем, как говорится, фиксируем голову, руки больного лежат под головой, ищем наиболее болезненные участки в области шеи. Это справа, слева, это с тистохотростка. Ну, естественно, ориентируемся на, как говорится, данные осмотра, реакцию больного. И там, где наиболее болезненные участки, мы, как говорится, берем шприц и смазываем предварительно йодом, потом, как говорится, спиртом, обеззараживаем кожу и вводим таким образом в мышцу. Да, в мышцу, да. Следя за реакцией больного, здесь очень глубоко вводить не нужно, потому что можно попасть, как говорится, в позвоночную артерию, поэтому здесь смотрим по реакции. Когда вводим раствор, делаем, так сказать, как бы, ну, пробы проводим, то есть не попали мы в сосуд иглой, смотрим за реакцией пациента, нет ли попадания в нерв, потому что если попали в, как сказать, в нервный ствол, возникает резкая болезненная реакция, человек вздрагивает. Поэтому делаем, как бы, оттягивающее движение поршнем на себя. Если в шприце оказывается кровь, над чем попали в сосуд, надо его немножко сместить. Чуть на себя или в сторону, и тогда уже после этого вводим в вещество. А если попали в мышцу, то крови не будет? Нет. Если у этих попали в мышцу, крови не будет, да. И вводим, кажется, такими движениями. Можно вводить сразу всю, как говорится, порцию непосредственно участка, а можно вводить такими, как веерообразными движениями, как бы, вот так от левого в правую иголку. Перемещаем, и, как бы, порционно вводим вот эту лекарственную смесь. Здесь паровертибральная мышца не такая большая, где-то глубина сантиметра два максимумная. Да, здесь обычно можно, кажется, попасть и между перечными отростками. В зависимости от того, цервикологии, боли в шее, и радиации распространяют конечность, достаточно вести неглубоко. То есть, обработать вот эти мышцы. Если у нас цель достичь, кажется, корешка, при радикулярном синдроме, когда боли распространяются в руку, в пальцы, тогда желательно вести, как говорится, иглу поглубже, стараясь, чтобы в раствор попал, а мы вот этот корешок, который выходит из соответствующего сегмента, направляется к руке. А там спинным мозгом не попадем? Нет, спинным мозгом не попадем, так. То же самое касается и грудного отдела. Здесь только надо необходимо иметь в виду, что у нас находится слева-справа от позвоночника клевр и легкие. Поэтому введение иглы где-то до 2,5, ну максимум 3 сантиметров от оси сахатрустского допускается, ну, обычной иглой на полную глубину иглы, полной длиной иглы. Ну, что касается, если, допустим, болевые точки, как говорится, триггерные, допустим, межребренные блокады с болями в области лопаточной линии, да, вот области боковой поверхности ребра, здесь уже игла должна достаточно поверхности под углом идти, потому что, если будем вводить иглу полностью, можем повредить полевую, соответственно, с последующими, говорится, осложнениями в виде пневмоторакса, прокола и шоковой реакции больного. Ну, и поясничный отдел здесь, как я сказал, используется. Интоксикация внутренних органов, наверное, будет, да? Да нет, здесь просто самым опасным прокол к лево. То есть, тут под углом получается, глубина, сантиметр два тоже, не больше, да? Да, берется игла, лучше под нижний край ребра вводит. Вот, допустим, пальпируем ребро, вот здесь до болевая боль, и немножко в сторону центра позвоночника, от болевого участка, в сторону позвоночника, иглу вводим, как говорится, вот в центр, в направлении к позвоночнику, туда вот. И под, игла сползает под ребро, слегка, да, не направляю туда более под прямым углом. И вот, сапут, два парных, как говорится, две или три парных, как говорится, участка. Если боль, допустим, возникает вот здесь, вот, перекрытие, триу-два от межребинных нервов, зона перекрытия. Ну, поясничный отдел здесь, мощный слой толстый, поэтому здесь используются иглы обычно спинальные. То же самое, если у нас, как говорится, есть мощный тонический синдром, нам достаточно, как говорится, ввести иглу до упора поперечный отросток. Если есть боль корешковая, которая чаще вызвана грыжей диска, тогда игла у нас вводится если она достигает поперечный отросток, а потом наклоняется под углом и вверх или вниз, и немножко в сторону позвоночника туда. И уже непосредственно тогда раствор. То есть, надо попасть между поперечными отростками, да? Да, да, да. Вот в этот нерв или в нерв? В нерв попасть не надо, надо просто по реакции больного. Если мы больная, резкая боль, такая скачкообразная, значит, попали мы в нервный корешок, иглу лодочку надо подтянуть на себя или обойти, чтобы к лице по возможности не попасть в нерв. То есть, в нерв не попадаем, да? Именно. Это делать не нужно, да. Вот там видно как раз вот и грыжа. Да. Он упирает, он отдавливает этот нерв, а тут он болит. Значит, колем именно вот туда вот. Иглу вводим аккуратно, не одним махом, как говорится, потихоньку вводим. Подпускаем лекарственное вещество по ходу мышц, чтобы все мышцы, которые проходят игла, не были, как говорится, обезболены. Каждая мышца получила, как говорится, свою порцию этого вещества. И потом уже, на конечный этап, иногда вводят растворы в области фасидчных суставов. Да, это вот при артрозе, да, получается? То есть, прямо вот здесь. Это блокада сложнее, особенно без рентген-аппарата, поэтому здесь надо знать расположение непосредственно в плоскости вот этих суставных поверхностей. Ну, сейчас здесь в сегитарной плоскости они расположены вот так вот. Поэтому, стараясь такими мелкими, такими пульсирующими движениями иголочкой, стараясь попасть вот в это отверстие. Но это достаточно сложно, поэтому бывает, что не всегда мы четко можем вести раствор. Ну, по крайней мере, обработав зону вокруг сустава, уже будет какой-то лечебный эффект. А так, в идеале вводить нужно под рентген-контраст. Чтобы мы увидели, куда идет игла, в каком направлении, тогда это будет легче сделать. Под рентгеном? Да, рентген-аппарат используется иногда в таких вот крупных клиниках. Ну, что касается наиболее других часто используемых блокадок, блокадок грушевидной мышцы, она у нас крепится к крестцу и, с одной стороны, фиксируется в области большого вертвела. Часто при синдроме грушевидной мышцы боли в области ягодицы, крестца, иридирует в ногу. А не менее в ноге бывает, чувство тяжести, усталости. Принцип тоже. Но здесь нужно кольца найти ориентиры. Это задняя-верхняя подвздошная ость. Одна точка мы рисуем и ее там помечаем. Далее мы смотрим кольца область большого вертвела. Вторую точку отмечаем и седалищный бугор. Строим равноведренный треугольник. Из него опускаем из верхней точки опускаем бисектрису в центр и бисектрису делим на три равные части. Тоже отмечаем это иодом, чтобы было легче работать. И в зоне между нижней и средней третями находится проекция грушевидной мышцы. Но для более точного определения мы пальпируем эту зону глубоко. Там, где наиболее болезненная точка, это зона этой мышцы. И вольцы тоже прямо в нее мышцы, да? Вольца сначала идет перпендикулярно поверхности кожи, потом игла упирается в связку, которая прикрывает сосудист-нервный крючок. И от этой связки к лицу игла немножко идет под углом в сторону головы. И так же воню весь расстроит опять 10 мм. грушевидной мышцы. То есть не в нерв, а в мышцу? Да, в нерв попадать не нужно. Потому что потом из них выраженные боли часто и человек вам спасибо не скажет после такой блокады. На доске можно нарисовать, где эти точки находятся. Сейчас я нарисую. Если у нас тут находится задняя верхняя подвздошная ость, правая ягодичная мышца. Вот здесь у нас находится большой верхел. Наиболее выступающая такая часть в области бедра. ягодичная складка. Нащупаем седалишную гуглу. И встроим треугольник равнодедренный. Делим пополам. вот эту бисектрису на три равной части. Вот между нижней и средней частью отрезок. Отрезок находят точку лучшей верности. Сюда поле. Более сложной блокадой является эпидуральная блокада по котле. это используется в том случае, когда мы пареотебральной блокадой провели. Это касаемо ситуации с грыжедиском. С корешковой симптоматикой. помогло. Допустим, дали эффект слабый. Для этого мы проводим эпидуральную блокаду, чтобы вести вещество непосредственно в канал. Эпидуральная часть спинномозгового канала. Чтобы вещество уже омыло корешки конский хвост и подействовал на выпячивания, особенно когда грыж много, может быть протрузии, стынов спинального канала, тогда это блокада наиболее эффективна. Эпидуральная это куда? Эпидуральная заканчивается спинномозг и дальше конский хвост в этом канале. Не так о терминолике вокруг нее спускаются такие волокна, нервные волокна, конский хвост называем. Поэтому поведение спинного мозга не можем, так как мы вводим иглу с веществом в этот участок. То есть мы кладем человека положить на две-три подушки на подушку. кладем на подушку. Эпидуральная блокад обычно берется достаточно много лекарственного вещества, в частности ампулы гормонального вещества дипроспан диноксиментазон и навокаин. Навокаин здесь где-то берется порядка сорока миллилитров. Я использую душ по лица. Подушку лица у меня набран гормональный препарат и навокаин, в другом витамин В12 при переносимости навокаин. Сначала делаем примедикацию. После только мы нашли конец корица обычно здесь такая впадинка небольшая вмятинка и рожки копчика. пальцем так проходим и часто пальцы с человеку провалятся в это отверстие. Здесь более тонкая часть и перепонка находится под кожей. Обрабатываем как положено иодным раствором, спиртовым раствором. там видна щель и оттуда выходят нервы. как раз этот вход в канал. А вот сюда если вколоть? Можно делать сюда, но это более травматично. Здесь часто бывает при спондилезах, при ассификации повышенной, связок и при сближении. Систих отростков попасть сюда сложно и достаточно сильная боль от людей. Поэтому наиболее безопасное место это непосредственно корресцово копчика промежуток. У худых людей там конечно все видно сразу. У полных дело сложнее. Здесь больше может быть ориентируется в виде перекрестных линий седалищного бугра ости. Перекрестные места пересечения у нас приблизительно место этого канала. Тоже на доске надо нарисовать. Вот тут заканчивается крестец. Это здесь начинается копчик. Крестец здесь начинается копчик. Углубляется в сторону заднего прохода. В положении на боку или на животе с подложенным вариками делаем блокаду. Сначала делается при медикации до того как мы провели основную часть сводится 1,5 милитра на украине чистого маленькой инсуленной водочкой. А крест ты сможешь нарисовать? крест. Мы допустим ищем вот таким способом. Сейчас я с этой стороны это сделаю. Так вот задняя верхняя подвздошная ость седалищный губор. Я уже рисую крестиком чтобы не путать с этим. И здесь уже делаем аналогично здесь ориентируем и проводим линию от седалищного бугра до задней верхней подвздошной ости. И тоже с самой другой стороны. Вместе пересечения предположительно находится вот это место где мы должны ввести иглу. Сделали премедикацию и после этого уже берем иглу обычную иглу обычную шприц вводится под углом к позвоночнику. Сначала под более прямым углом потом под более острым. Сначала игла упирается на надкосницу а потом иглу наклоняем под углом стараясь достичь плоскости позвоночника. И после этого подсоединяем шприц. Иголочку поворачиваем влево-вправо так прокручиваем смотрим нет ли выделения ликвора или крови если все нормально значит мы можем приступать к блокаде. И подсоединяем к иголке шприц. Сначала один потом второй. Вводим очень медленно порциями следя за состоянием пациента. Обычно пациент ощущает то есть прямо в эту дырочку получается. Тут важно очень попасть потому что было и так что игла уперлась в надкосницу и раствор не идет. Мы нажимаем на поршень а нет ничего движения нет. Или игла слишком взято высоко раствор начинает поддувать. Начинается как только первое резать под кожей. То есть раствор под кожей а не в кону. Тоже надо иметь ввиду. Вводится медленно следя о состоянии пациента. Блокаду сделан больной лежит минут пять на животе потом переворачивается на сторону боли. Допустим если болит у него левая половина левая нога лежит где-то 40 минут через час на левом боку. Голова приподнята это уже после блокады. Если болит левая то лежит на левой стороне. Да чтобы растор стекал на эту сторону. что касается дуральной блокады. Блокада внутрикосная у нас была разобрана. Да у нас было разобрано в первом ролике. Сейчас не будем про это говорить. Немножко сюда нюансы. Я слышал что если болит например здесь то по логике корешок выше находится то нужно колоть именно верхнюю часть. 2 пальца откладывается вот так и 2 пальца в сторону чтобы попасть между боковыми отростками. Если мы смотрим больного у которого ситуация связана с мощно-тоническим псевдромом то есть не связана с грыжей а просто обычная боль в пояснице не ирридирующая в ногу мы ориентируемся на болевые точки пальпируем там где точка наиболее выраженная мы туда вводим раствор лучше конечно вводить выше и ниже допустим если болит на уровне к примеру до третьего поясничного позвонка мы вводим тогда на уровне L2 второго поясничного и на уровне кольца L4 то желательно захватить вот три соседних участка и желательно с двух сторон то есть просто допустим если болит с левой стороны колоть воду точку это будет недостаточно боль вскоре вернется желательно охватить три смежных кольца сегмента ну калот то куда прям фасеточный сустав или все таки между поперечными отростками сюда попасть ну желательно охватить и то и другое потому что кольца боли они часто связаны не только с пазом мышц на кольца с артерозом посетчик сустав если у нас помимо этого еще боль корешковая отдающая в ногу мы там посмотрели неврологически там выпадение или снижение коленного рефлекса хилового рефлекса тогда мы стараемся иглой провести уже глубже стараясь между побережьими отростками вести раствор в области выхода нервных корешков мы смотрим по ситуации но всегда желательно кольца хватить три сегмента выше ниже проблемной зоны при плечевом перератрите это наверное колется прямо вокруг сюда надо попасть после осмотра больного смотрим объемы движения пассивно активно начинаем по первой точке чаще всего боли возникают вот здесь между кольца акромиальным отростом лопатки и головкой плечевой кости тоже набираем лекарственный раствор обычной иглой от обычного шприца слегка приподнимая руку мы начинаем вводить иглу в это пространство между головкой плеча и криминальной отросткой для боли выступая в части игла у нас потихоньку проваливается в это отверстие руку мы поднимаем иглу вводим игла попала и по мере введения иглы мы вводим раствор игла находится в полости сустава или около него кто-то говорит что в сустав не нужно входить кто-то допускает поэтому я вхожу в сустав иглы и вводя раствор руку медленно опускаем иглу вынимаем то есть отвели руку тела латеральная потом привели вводим иглу и потихоньку по мере введения раскрываем отверстие способствовало введение углы дальше потом опускаем иглу вынимаем можно обколоть в соседнем участке есть вход сустав задний спереди иногда бывает достаточно в сустав не входить а просто обколоть болевой точки между багарками ведет сухожилия длинность сухожилия бицепса обкалывается иногда делается блокад надлоплаточного нерва здесь вырезки выходит надлоплаточный нерв который часто дает дополнительные боли когда приходит спаз надлопаточный надосные мышцы подосные мышцы тоже кажется его необходимо взять и болевой точки области плеча области лопаток часто боли бывает что прямо лопатку достаточно не глубоко на сантиметр наверное да вот про уколы блокады в кости это мы расскажем в следующем видеоролике ну вроде все случаи рассмотрели да случаев разного потому что есть можно же и сюда вот уже колоть да у нас боль примерно да вот в области наружной поверхности мой малой горцовой кости да этот как раз мой случай сейчас мы его наглядно продемонстрируем вот Сергей Юрьевич скажи пожалуйста часто встает вопрос такой ведь говорят что блокада она же не лечит она же не может заменить лечение то есть тогда что она делает блокада является одним из видов лечения лечения все-таки да как я сказал острых и хронических болевых синдромах в области мышц позвоночных суставов но ее надо пройти в комплекте с другими медиками чаще всего начинают с нее в острых ситуациях допустим это именно для острых ситуаций да начинать острых ситуаций лучше с блокада если ситуация хроническая здесь уже смотрим по ситуации можно начать с медикаментозного лечения проколоть нестеройно противоспалительные средства нерелаксанты допустим если или острая ситуация такая средняя и средней тяжести можно начать с обычных уколов препаратов релаксантов поливитаминах но если острая боль как говорится когда уже явно уколы не помогут или допустим человек уже использовал в лечении нестероидные противоспалительные средства и другие обезболивающие тогда уже непосредственно начинаем с блокады а потом по мере стекания болевого синдрома мы подключаем физиотерапии мануальной терапии массажи ЛФК ну вот при люмбага что делать при люмбага лучше начать или с иглукалами или с медикаментозной блокады ну кто что делает то и то работает хорошо а есть такие случаи что сделали блокаду и помогло на совсем или на полгода чем более свежий процесс тем легче подавить то есть ты прямо вчера или сегодня возник боль в пояснице мы сделали блокаду можем прервать болевой циркадный ритм боль в самом дали человек после одного двух сеансов блокад он уже сам себя может обслужить нормально двигаться и боли стихают иногда проходит лусь то есть ты прям рекомендуешь блокаду в том случае если допустим дома используют уже нестроены противополитные средства они не помогли или помогли слабо отблокаду но можно обойтись иногда с обычным углом бывает достаточно снять местную массу или колец и желуде глафинак или торрель бывает помогает без блокады но если помощь недостаточно включаем а в хронических случаях это надо многократно делать да и долгое лечение ну тоже бывает что хронический болевой синдром бывает что он заметно уменьшается иногда исчезает от одной блокады но чаще всего надо курс делать иногда делать курс разных допустим мы провели 3 или 5 блокад параллитебрального области поясницы эффект недостаточно иначе добавляем потом уже допустим внутри блокады или блокаду говорится пара партикулярно или блокад допустим и крисова поздушных суставов тоже часто иногда дисфункция вот этой области или смещение суставов эффективно лечится именно блокадой в этот промежуток так еще раз разве в этот промежуток можно попасть можно да мы делим как говорится задняя верхняя подвздошная овост и задняя нижняя да вот делим пополам участок там же вот в эту щель надо попасть да попасть щель тонкой иглой здесь пойдет игла тонкая вот туда вот да вот такая тонкая спинальная игла чтобы она проникла в эту щель тоже под углом где-то 45 градусов вводим стандартный раствор и такими как бы верообразными движениями орошаем ткани окружающий сустав и по возможности стараюсь чтобы игла провалилась вглубь суставов но это пальпаторно уже мы смотрим непосредственно щупаем пальцами вот эти ости и то есть если иглу перес в кость ничего страшного немножко отступили назад да потому что мы будем давить в кости и раствор не пойдет это уже отдельная блокада там уже внутрикостный другой механик другой случай ситуация та что окости надо ступить чуть так сейчас размер уже потянуть или 0,4 миллиметра толщина длина на 8 миллиметр постараться сместить чуть лево чуть вправо поступать движение иглы смещение чуть лево чуть вправо и все движения стараться чуть спускать раствор чтобы перемещение ткани не вызывали боль так хорошо спасибо ну давай перейдем к наглядному примеру сейчас мы сделаем для чего это когда вот этот случай с боковым берцовым нервом да получается когда при неподготовленных мышцах иногда бывает человек делает физические упражнения на тренажерах при выполнении некоторых приемов гимнастических возникает спазм часто икроножные мышцы задней группы мышцы боковые мышцы малоберцовые мышцы которые крепятся в области малоберцовой кости боль обычно усиливается при ходьбе при движении стопой иногда будет отечность часто находятся и можно найти болевые точки они бывают именно под голодкой малоберцовой кости по уходу мышцы которые охватывают эту кость где-то например на 4 сантиметра ниже и где-то сзади боковой лодыжки тоже болевая точка там нерв идет или нет там проходит одна из этой поверхности глубуха ну давай наглядно это продемонстрируем аналогично болевые точки опущу подлиннее так и что получается 6 иголок мы отсоединяем иголки от шприцов ориентируясь сколько например точек надо взять сколько мы сделаем вколов столько же мы берем иголок нельзя водить одну и ту же иглу несколько раз в одной зоне чтобы не занести инфекцию нельзя да некоторые делать но это вообще вещь такая опасная 6 проколов будет ориентировочно берем ампулу гормона ампулу гормона дексантазон возьмем 2 ампулы лукаина анестетика здесь у нас по 10 метров поэтому в принципе я думаю нам хватит одной если по 5 было так как это зоны такие как бы скажем мы вводим мышцы поэтому много вещества мы не вводим где-то порядка ну 1-2 миллилитра в одну точку так дальше берем ватку или такой вот шарик смачиваем спиртом протираем ампулу там где будем поломать на линии излома продезинфицировать место отлома ну пусть этого ну желательно кашпилочками ну пилочками что бывает поэтому можно попытаться пломить и так это пластмассовая или стеклянная стеклянная без насечки чуть хуже ломается надо быть аккуратным чтобы не париться будет идет скол через всю ампулу все выливается и парить бывает поранен значит ампулу мы одну вскрыли теперь раскрываем вторую здесь проще потому что на пластмассовую все удобнее гораздо аккуратненько чтобы не упало берем оголку берем оголочку набираем сначала дексаметазон излишки воздуху излишки воздуха выпускаем потом набираем наукаин вот набрали выводим оставшийся воздух еще раз и просим больного ложиться на балакаду для балакады нам нужна стерильная ватка где-то три ватки смачиваем спиртом и одну смачиваем для того чтобы обеззаразить операционное поле потому что балакады это как бы тоже у нас маленькая операция готовим все для балакады полный набор и начинаем в частности у человека боли по наружной стороне голени начинаем искать болевую зону здесь боль есть мы помечаем эту зону обеззараживаем помечаем вот этим ваткосионом так одно мы нашли спускаемся ниже вторая зона укола тоже идет чуть ближе сюда ориентируемся на болевую реакцию вот тут нет вперед вот так и дальше идем по ходу что-то есть так уже сильно ну ищем наиболее болезни потому что тут как говорится все весь длинник мышцы окалывать смысла нет и обычно тут бывают зоны вот тут совсем понятно за боковую лодыжку это место крепления мышцы у нас но чаще вот тут ориентировочно да но это у нас как бы первый этап 6 8 пока 4 потом там уже будем смотреть сзади далее протираем эти участки спиртом ее должен быть удален протерли обработали а с обратной стороной не болит только с этой стороны посмотрим и с той стороны потому что часто они сопутствующие две мышцы они задние группы боковые часто бывают в одной связке болезни 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 и снова возвращаемся к первой болевой точке проверяем подголовка болезни подмем углом вводим иголочку быстрым движением чуть-чуть на себя шприц крови нет и начинаем потихонечку выводить раствор иголочка ходит веером как бы так обкалываем эту зону все нормально не больно по-разному люди не чувствуют игла уперла сквозь и иглу на себя потянул чтобы растор выходил из шприца иглу быстро вытащили обработали иглу поменяли дальше одной иглы делать нельзя берем вторую иглу тот же принцип хватка еще раз протерли фальпируем еще раз болевой точку да игла у нас тоже под прямым лун быстрым движением раз поршень на себя крови нет значит можем спокойно водить и потихоньку галочку опускаем вниз аккуратненько в разные стороны мы приспускаем давим на поршень раз быстрым движением как говорится мы иглу вытащили третья точка у нас ниже вот она боль есть чуть повыше еще раз протерли вот тут еще раз первое да повыше все тот же принцип перпендикулярно раз потянули шприц на себя поршень иглу крови нет и потихонечку так можно иногда повторно потягивать шприц если особенно зона богатая сосудами и вели вытащили теперь у нас была четвертая точка это за боковой лодыжкой за латеральной лодыжкой там где игла где мышцы крепятся кости может еще посередине между сми отрезками можно проверить еще где-то вот я просто оставляю запас на случай если пуля у нас будет вот тут нет со стороны потому что я просто смотрел там была болевая зона кровь выступает можно еще перецовой мышцы можно пройти спереди вот тут перед большеберцовой мышцы тоже может участвовать боли нет боли нет вроде нет значит у нас ограничен зону еще раз пройдемся под длиннику мышцы боль есть еще раз здесь вот вот тут есть тут чуть повыше это блуждающий лазеряр но надо стараться ее найти стараться пропальпировать зоны вокруг предполагаемой точки найти наиболее болезнь участка вот мы так уже прям прицельно ищем и вот надо чтоб больной уловил момент где была боль вот примерно по всей длине одинаково надо найти наиболее болезнь потому что нет необходимости обкалывать все таки лучше там больнее вот тут вот можно сделать сюда еще дополнительный возвращаясь с того с чем начинали обрабатываю точку не заметили но можно протираем зону йоду ну все надо спрашивать человека переносит ли он йод бывают такие больные кажется видеосинкразии так называемые когда непереносимость йода возникает аллергическая реакция бывает лакологический шок поэтому здесь тоже надо все выяснять перед любой блокады надо выяснить переносит человек вещества которые мы вводим бывают аллергии на новокаин на олидокаин реже на гормоны поэтому тут нам важно не навредить я все переношу даже не замки очень хорошо есть люди которые добывают что мы не забываем это спросить человека и нарываемся нарываемся вот тут бой да у вас где-то может что-то лежит сюда вот тут вот 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 делаем туда сюда все то же самое раз ухо покороче поэтому мы вводим на всю длину на какую 47 ну так 2 грамма шпризы дает так по-моему 6 сантиметров угла ну она как подкожная игла так так ну остается у нас последняя за лодыжкой которую мы никак не не доберемся последняя лодыжка была опухшая да сейчас опухоль чуть спала а вот здесь делается прокол по-другому здесь кажется под углом игла направлена вниз к стопе вдоль сухожилия мышц сделается еще раз обрабатываем кольца используем разные валии шарики ватные шарики по мере того как пачкается предыдущей кровью там кольца кожное выделение нет снова ищем ищем там где больнее ностры боли нет ну здесь точку желает это взять потому что там где мышца начинает крепиться и там не заканчивается там где кость сама лыж ну где у нас болезни ну что-то нету такой болезни нормально но сделать надо потому что здесь кажется мышца должна быть полностью в общем ориентировочно здесь у нас проходит сухожилие мы под углом вот так вводим раз туда подтягиваем поршень и смотрим за болевой реакцией нормально цепимо хорошо завели иголочку вытащили так это все ну в принципе если болевых точек нет как говорится можно попросить лечь на живот человека ложимся на живот посмотрим сзади часто бывает боль сопутствует где-то в икроножных мышцах вот мы пальпируем вот эти участки обычно два брюшка мышцы у нас идут икроножные мы смотрим нет ли нигде боли нет боли терпимо все нормально все терпимо и вот там где мышцы сходятся вот вот тут нормально нормально боли нет ну и еще раз возвращаясь чуть-чуть на бочок смотрим передняя большеберцовая вот здесь да вот здесь такое место боль есть да вот тут есть тут уже нет да здесь меньше да это большеберцовая мышца передняя большеберцовая мышца да ну тогда мы еще оставшийся раствор мы берем да вот так человек может быть да нога должна лежать устойчиво не болтаться не на лесу вот мы сейчас также возьмем еще иголочку одну дополнительно иголки быть подкожные внутримышечные подкожные они в зависимости от слоя мышцы кожи могут не достать на всю толщу мышцы так и то же самое мы обрабатываем йодом так тут у нас да вот да вот протираем спиртом и все это называется блокад да медикаментозные блокад то есть прерывание прерывание боли замыкания да вот тут вот тут вот тут тоже игла немножко идет практически она идет перпендикулярно к кожному прокрову так у нас вели где-то миллилитром вещества все протерли еще раз спиртом все после блокады человек должен удержать все зависит от того где мы делали это лечение если это поясничная отдела нога то где-то порядка часа минимум где-то 40 минут если мы делали в области шеи где-то минут 10-15 чтобы не было ортостатической гипотензии то есть представление что человек не упал в давлении он не упал не закурлилась голова чтобы вещество разошлось хорошо по тканям ну и человек успокоился отдохнул кольца сразу нагрузку давать не нужно на зоны где на кольца делая петлику ростов должен разойтись и мышцы расслабиться человек лежит спокойно его накрываем просто меряем под голову кладется подушка человек лежит в удобной гвозе может на боку может на спине внимание операция завершена спасибо